За последние годы в стране, как и в мире в целом, увеличилось количество суицидов среди различных слоев общества. Что является тому причиной и как бороться с этим социальным злом? Сегодня ломают головы повсюду. Какие профилактические работы по предотвращению подобных трагедий проводятся в нашей области? Решили узнать наши корреспонденты. Подробности в материале. Суицид – одна из актуальных и трагических проблем в обществе на сегодня. Из года в год человеческая жизнь, к сожалению, теряет свою ценность в глазах не только взрослого населения, но и детей тоже, особенно подростков. Наложить на себя руки уже стало чуть ли не нормой. Как не прискорбно это осознавать. Если не взять ситуацию в руки, сейчас, завтра уже будет поздно, уверяют специалисты. Действительно, суицид на сегодня – это большая проблема для всех нас, если сравнить с 2021 годом. В 2022-м его количество увеличилось на 13 случаев. В 2021-м году было 4 случая, в 2022-м уже – 13. Для решения проблемы надо объединить все наши усилия. Руководитель областного управления образования говорит, что для решения данной проблемы они работают в тесной связке с директорами и психологами школ, задействованные в этой работе и родителей, так как именно они в первую очередь ответственны за здоровье и сохранность жизни подростка. В связи с этим мы рассматриваем проблемы национальных ценностей при воспитании подрастающего поколения. При этом необходимо рассмотреть вопрос обучения наших психологов и учитывать настроение детей в школах. А в этом плане Акимобласть озадачил нас рядом поручений. К примеру, вы знаете, в прошлом году мы ввели так называемый час объятий. Все это должно повлиять на ситуацию с этим вопросом. Закономерно, что с увеличением количества детей проблема эта с каждым годом становится все актуальней. И мы стремимся держать этот вопрос под контролем и все больше убеждаемся в необходимости работать в тесной взаимосвязи с родителями в семьях, подчеркнул руководитель ведомства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok